ВОЕЗНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВОЕЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВОЕЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВОЕЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВОСТОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИТАНИЕ ПОЧТИ 19 тысяч учащихся Получают льготы на питание в школах. В большинстве муниципалитетов Они питаются за счет бюджетных средств. В двух привлекают помощь спонсоров. А в трех частично берут плату С родителей на эти нужды. Однако глава области усомнился в том, Что все нуждающиеся получают льготы. Отдельные дети не получают льготного питания. Так было в Меликесском районе, Так было в ряде других муниципальных образований. Поэтому вы эту сказку себе оставьте, Если она вам нравится. А мне дайте объективную информацию. Губернатор поручил до конца недели Составить полный список всех, Кто нуждается в получении льготного питания. Кроме того, до конца первой четверти Ситуация с питанием школьников Будет отслеживаться в еженедельном режиме. После этого перешли к основному вопросу Аппаратного совещания. Подготовь к началу отопительного сезона. Начиная вот с, что называется, Практически с сегодняшнего дня. Возьмем неделю. Для того, чтобы в полном объеме Подготовиться к пуску тепла, Например, со следующей недели В социальный объект. Как заявил руководитель профильного ведомства Дмитрий Вавилин, Поставленные сроки выполнимы. Готовность области к пуску тепла Составляет почти 100%. Ремонтные работы на системах теплоснабжения Продолжают вестись только в Ульяновске и Сенгелеи. И в ближайшее время они будут завершены. 25 сентября мы ставим для себя Такой крайний предельный срок Начать отопительный период Для объектов в социальной сфере. Однако в ряде районов области Есть долги по потребленному топливу. За уголь, дрова, барыш, майны и вишкаемы Задолжали 16 миллионов рублей. Запасов топлива в этих муниципалитетах Хватит всего на 2-3 недели отопительного сезона. Три района подготовили ходатайство В областное правительство О выделении дополнительных средств Для погашения задолженности. Не совсем гладко обстоят дела По выполнению программ формирования Комфортной городской среды. В ряде муниципальных образований Работы ведутся крайне медленно. И возникают вопросы Успеют ли подрядчики уложиться в срок. За последние 2 недели у нас на 27% Выполнение работ повысилось. В среднем сейчас на вечер вчера было В рамках программы работы выполнены на 67%. В 7 городах, где проходит формирование Комфортной городской среды В рамках федерального проекта 64% выполнения работ. Сроки выполнения работ по госконтрактам Определены до 31 октября. Но, как отметил губернатор, в осеннее время Их выполнение будут мешать погодные условия. Особенно тяжелой ситуацией Сложилась в Димитровграде, Где необходимо благоустроить 21 двор И 3 общественных пространства. 21 территория, коллеги. 21 территория. Сегодня 17 сентября. Ни один двор. Ни один двор не сделан. До конца недели губернатор поручил Светлане Колесовой подготовить Подробный аналитический доклад О выполнении федеральной программы. По ее итогам будет принято решение, Как завершить все запланированные проекты. В завершении аппаратного совещания Поговорили об окончании уборочной кампании. Ульяновская область продолжает удерживать Первое место по темпам уборки В Приволжском федеральном округе. Тем более, что страда уже находится на финишной прямой. Общий намолот валу составляет 1 млн 236 тысяч тонн При средней урожайности 21,4 центра с гектаром. Полностью у нас завершили убор Безерновой, Безерновой культур Корсунский, Новославский, Павловский, Геродический и Старокладкинский районы. В большинстве районов осталось убрать Кромовые культуры, а также овощи. Параллельно с уборкой шел Сев Азимых. По этому направлению планы превышены почти на 5%. Что станет весомым вкладом в урожай уже следующего года. Егор Тстов, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.